Оренбургская область Создана межведомственная рабочая группа, способная провести комплексную проверку загрязняющих предприятий и предметно говорить о необходимости модернизации производства. На территории региона рассредоточены стационарные пункты контроля атмосферного воздуха, разработана интерактивная карта, позволяющая отслеживать динамику и локацию поступающих звонков. Однако сравнивая показатели измерительных приборов и количество обращений и жалоб граждан на неприятные запахи, возникает вопрос, кто же все-таки прав? Человек или техника? В надзорное ведомство неоднократно поступали жалобы жителей региона на неприятные запахи и выбросы в атмосферу. За последние два года органами экологического контроля зарегистрировано около 8 тысяч обращений граждан, связанных с качеством атмосферного воздуха. В сентябре этого года на личном приеме исполняющего обязанности прокурора области Андрея Вязикова данная проблема была озвучена вновь. Заявитель твердо уверен, измерительная аппаратура в станции неисправна. Не может же быть так. Техника показывает норму, а люди все равно чувствуют токсичный запах. Или может? В прокуратуре с привлечением Министерства природных ресурсов была организована проверка. Результаты хоть и предполагались, но все же превзошли все ожидания. Заводская пломба отсутствует, метрологические характеристики не соответствуют нормативным документам, в приборе выявлена неисправность. А вскрыв его, эксперты обнаружили, что оригинальный компрессор заменен на контрафактный. Вот вам и техника. Получается, что вред как бы есть, но его сразу нет. Оренбургской природоохранной межрайонной корпоратурой проводится проверка стационарных станций контроля за состоянием атмосферного воздуха. Сотрудниками Оренбургского ЦСМ Ростандартного было демонтировано оборудование для направления на экспертизу. По результатам экспертизы можно будет сделать вывод о качестве работы и достоверности показаний приборов. Это оборудование было установлено коммерческой организацией в рамках госконтракта еще в 2019 году. А это значит, что все это время прибор искажал показатели. В данный момент мы можем наблюдать газонизаторы модели КАСТО, предназначенные для измерения концентрации оксида углерода в атмосферном воздухе. Процедура проверки выполняется с применением рабочих эталонов первого разряда, генераторов газовых смесей. В комплекте смесь состава инертного газа и определяемого компонента. Экспертам Центра стандартизации, метрологии и испытаний предстоит провести комплексную проверку оборудования. Начиная с внешнего осмотра, проверки заводских пломб и штрих-кода, до способности адекватно и точно фиксировать показатели превышения загрязняющих веществ. По методике поверки мы должны воспроизвести точки номер 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 4. Посчитать погрешности, приведенные относительно вариаций показаний. В соответствии с протоколом выписать либо свидетельство о поверке, либо извещение о непригодности. Сложное оборудование, цифровые программы, контроль подачи загрязняющих веществ. Первый, второй, третий уровень превышений, а на мониторе по-прежнему ноль. Значит, при проведении поверки газонализатора, который представлен сверху, было выяснено, что на газовой смеси концентрации 1 млн минус первой степени и 21,5 млн минус первой степени, показания равны были нулю, он не укладывается в заявленные характеристики. Следовательно, применение его не представляется возможным. 17 сентября в адрес министра природных ресурсов прокуратуры внесено представление с требованием устранить недостатки, заменить оборудование, а на время технических работ установить передвижную станцию, дабы контроль осуществлялся непрерывно. Срок исполнения – месяц. На данный момент организована проверка всех стационарных передвижных постов контроля атмосферного воздуха. По требованию прокуратуры, Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений по Оренбургской области приняты меры направленного возобновления работы региональной системы мониторинга. Решается вопрос о выделении финансовых средств для приобретения нового оборудования, которое соответствовало техническим требованиям, а также требованиям законодательства. В связи с выявленными нарушениями ряд должностных лиц уволены из ГБУ экологической службы по Оренбургской области. Прокурорская проверка продолжается. Часть материалов уже направлена в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Но вопросов еще много. Один из них довольно серьезный – коммерческая организация, осуществляющая техническое обслуживание оборудования. Как же так получилось, что часть приборов неисправна, имеет отклонение от нормы, а в некоторых и вовсе стоит контрафакт? И вопрос второй, не менее серьезный – на что полагался заказчик в лице ГБУ экологическая служба, когда осуществлял закупку на техническое обслуживание и заключал государственный контракт?